И вам этот больничный обязан по законодательству оплатить. Кому выдаются больничные листы, узнали молодые мамы на занятиях по переподготовке. Курсы дополнительного обучения от центра занятости проходят в нашем городе. Обучиться можно по разным направлениям, от мастера по маникюру до специалиста по кадрам. Эта специальность пользуется особым спросом среди молодых женщин. Людям очень нравится, люди с удовольствием приходят. Даже когда приходят, да, вообще интересуются курсом, спрашивают вообще, что за курсы, да, кто есть такой преподаватель вообще, я, да, насколько часто я прохожу там курсы повышения квалификации и так далее. То есть буквально недавно, в январе, я была на курсах в Москве, именно в центре 1С, представителем которого мы здесь являемся. Ирина Коношенко до декрета работала инспектором по кадрам. Пока молодая мама находилась в отпуске по уходу за ребенком, должность сократили. Ирина решила переобучиться на специалиста по кадрам. На работе женщине помогли оформить нужные документы. Ну, что-то искала в интернете, так читала, что и наткнулась на информацию, что центр занятости обучает мамочек в декрете. Для того, чтобы воспользоваться возможностью переобучиться, женщина должна официально работать и находиться в отпуске по уходу за ребенком. Занятия проходят как очно, так и дистанционно. Женщины, которые уже имеют первоначально профессиональное любое образование, они могут быть направлены на обучение только по заявке работодателя, который в дальнейшем гарантирует их выход на работу по полученной специальности. Екатерина Левкина работала экономистом в противотуберкулезном диспансере. Именно там ей рассказали о возможности переобучиться на специалиста по закупкам. Я работала на декретном месте, и как бы выходить мне было уже некуда. Предложили переобучиться и предложили новое место работы, новую должность. Ежегодно в центре занятости осваивают новую профессию или повышают квалификацию около 30 женщин. В этом году уже 17 кандидатов направлены на обучение. Дополнительную информацию о курсах можно найти на интерактивном портале Департамента труда и социального развития Приморского края. Наталья Кулькова, Алексей Шаповалов, Телемикс.